ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Броди, если так рад видеться, пошёл ты нахуй! Ты такой топовый! Ты такой топовый х**! Я твой фанат, брат. Я твой фанат. Топовый х**! Старей, блядь! Блядь! Здесь на канале Жаба Ганюка похлопали! Чтоб ты убрал, с вами я, Вася Харизма, Коля Залепуха пошумит, ёбро! Гейм! Что ты, брат? Братам, да ничего, мотались по бизнесу, ты понял? Пацаны набрались, сказали, надо заехать и х** торгануть. Мы ж х** нам дурака, мы заехали и вот это делаем. Ты как? Чем ты занимаешься вообще? Сейчас ты сам сам проделаешь криптовалюта, х** тема. Zeit я сказал Computer но и 100% Ну всё, всё! Как я что рекламировалions проверку? Я гоню, продаю краю броди! Когда я учился на втором курсе, я был студентом, и мама мне передавала сумку О, ту самую сумку. Заветную сумку, блядь. Знаешь, студентская жизнь, гуртожиток. Я всегда голодный был. И мама мне передавала всегда есть. Но я забывал лодки. Ну типа судочки. Передать обратно? Да, назад. И мама просто не мало куда поставить эти судочки. Знаешь, я уже все промахал. И я их поставил, и поставила мне в коробку от чипсов люкс. Понял? Голубцы. И чтобы ты себе понимал. Я еду на учение. Понял? Это вересень, месяц. Ну тепло. Ну нормально так. И эта сумка, и эти голубцы по дороге растекаются. Понял? Ну типа и штинь в автобусе, старый, нереальный. И короче... Ну нереально. И я чую, что люди так, знаешь, обертаются в автобусе и так... Типа принюхаются, что капец, какой запах неприемный. А я что разумею, что это, ну, в моей сумке. В голове. Да. Я типа надеваю наушники с понтом, что я типа сплю, что типа, понял? Никто не чув. И я чую, и шофер, шофер кричит, у кого так там штиня и укинцы, блядь. Понял? И я такой, ну мне в стену. Капец. А я разумею, что, ну, я могу что признать. То есть это бумажная пачка с под чипсом вот этого вот? Люкс. А сверху была завернута. Да. Да. И оно понял, что растеклось по целой сумке. Да. И прикинь, как это штинь. И я разумею, что, ну, мне надо признать, что это я. И я поднимаю... Да толова всегда надо шубу лепить. Не я. Ну, такой у меня какой-то характер дебильный. Понял? Я поднимаю руку и говорю. И я. Шофер говорит. Выйшов нахуй до ***. Так. И я, чувак. А я с Верховиной родом. И мне до Ивано-Франківська три години автобусом. Шофер меня высаживает в Яремче. Понял? С тією сумкою. И мне годину до Франека добираться. И я эту сумку так и выкинул. Такая история была. Что ж мне тебе как бы парировать такую историю? Знаешь, что у меня было? Что смешно? Расскажи мне, брат, в жизни. Я вот... Не, ну, если мы уже затронули тему общаги. Я тебе расскажу, как я ходил со своим кинтом, который скушал Марку. Ой. И я подхожу под общагу. И уже все это, в принципе, привелось в действие. Я наблюдаю, что человек уже очень сильно получает удовольствие от, в принципе, все, что он видит. Сажусь с ним рядом на лавку. И... А это была такая... Может, октябрь месяц, начало октября месяца. И было очень много опавшей листвы. И я сажусь рядом с ним. И он начинает там какой-то балкон, б**ть, одевать. Я даже не помню толком, что он разговаривал. Он просто в моменте вот так вот сидит. И смотрит на эту всю листву. И только парочку. Он мне говорит, Вась, а какой, б**ть, чипсы разбросал? Можешь мне объяснить? Говорю, пошли, наверное, нам надо с тобой пройтись чуть-чуть. А чипсы внимабили ваши? А... Мы заходим, я ему покупаю бутылку воды без газа. Иду рядом с ним. И вот ситуация. Мы с ним идем. Вот как вот. Вот иду я. Вот идет он. И в этой руке у него бутылка воды. И мы идем с ним, идем, идем. И проходим канализационный люк. Открытый люк. А-а-а. И обходим его с двух сторон. Вот так вот. И в тот момент, когда мы проходим, он с этой руки. Выпускает бутылку воды туда, в люк. Я как бы не предал этого, ну человек сам понимает. Ну... Ладно. Мы проходим два метра после этого люка. Он вот так вот поворачивается на меня. Теперь ты ее понеси. Правило в игре. Коля зачитает мне варианты два, чтоб я обрал. Так само я зачитаю Коли. За тот вариант, который более безобразный и мерзкий. Если ты его выбираешь, ты получаешь два балла. Так. И тот вариант, который более простой. Путь наименьшего сопротивления. Это один балл. Правильно. И при этом мы еще с тобой будем догонять это все. И как бы фантазировать, рассуждать, как бы нам было лучше. Так. Ты можешь пояснить, чего ты выбрал сам этот вариант. Да, брат. Правильно, брат. Давай. Как мы определим, с помощью какого жребия мы с тобой определим, кто же первый начнет. Давай тебе, брат. Да? У тебя просто ахсадри. Это у меня в бабушку. Я вот никому не рассказывал, но вот она обладала точно такими же. Знаешь, что в них помещается? Я тебе потом скажу. Ты нравишься очень большому количеству женщин. Прям безумно большому количеству. Но при этом ты человек-павлин. И когда тебя кто-то заводит или очень сильно тебе нравится, у тебя вот так вот анус раскрывается. Либо, дослушай вас, дослушай, либо ты очень известный блогер-патологоанатом, ты ведешь безумно популярный ютуб-канал, но на нем есть миллионы подписчиков, но его главная тема и акцент на чем ты делаешь, это хирургические распаковки в операционной. Ух я. Давай рассуждать. Давай. За хирургию не дуже мне нравится. Не очень, да? Ну, не особо. А вот первое, что я нравлюсь женщинам… Очень, очень. Очень. Так, а что? Ну, ты человек-павлин, и когда тебе очень сильно кто-то нравится, у тебя вот так вот анус раскрывается. Ну, чувак, я с этим живу 22 лет. Я не считаю, что это проблема. То есть ты бы выбрал первый вариант, да? Я бы выбрал первый вариант, да? Я бы выбрал первый вариант. Но, типа, женщины видят то, что у меня там все раскрывается. Ну, я думаю, это невозможно было бы не увидеть. Угу, боишься павлина, но там… Да, да, да. Ты бы вряд ли это спрятал. Ага, я понял. Ну, это изюминка вас, согласись. Это прикольно. Это прикольно? Ну, блин, ну с павлином прикольно, не? С павлином бомба, брат. С павлином в натуре бомба. При чем? Ты выбираешь это, да, вариант? Ну, я бы выбрал павлина. Ну, это два балла, брат. Красавчик. А что бы ты выбрал, Коль? Павлина, по любому. Все, добре, поговорим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты компанійський. С тобой все хотят дружить. Бо у тебя есть бесконечная пачка сигарет. Но, но, но тебя постоянно за*****ют мужики на улице, потому что все знают про твою пачку. И если ты не дасе им сигу, тебе дадут пи***. Или, или ты много зарабатываешь, у тебя 40 квартир в Киеве, какие ты сдаешь в оренду. Но сдаешь их попам из Московского патриархата. И чтобы твой заработок не пропал, никому не скажешь. Слушай, бесконечная пачка. Запиши эту х*****. Бесконечная пачка сигарет. Ну, это тема. Да это х***** на самом деле. И ничего в этом вообще зашкварного не вижу. Ты покупаешь, ну, пачка сигарет бесконечная. Что, западло людям дать сишку или что? Ну, так. Нет. Ты знаешь, это я был бы, получается, как тот самый тип шараги. Знаешь, вот в любой шараге есть тип, у которого есть пачка сигарет, и в ней все сиги разные. Да-да, або цей тип, что стабильно, блядь, за гандонами бегает. Толик, Толик. Толик, Толик, да. То есть я в этом вообще ничего за зор. Блядь, я с тобой утихал. Братан, да, ты что, мы поедем шобить дальше, ты ах*****. И второй у нас, второй у нас вариант. 40 квартир. 40 квартир, но московским попам. Ну, сам розумеешь. Та не, там мальчиков будут. Та не, ну какие попы, я х*****. Ну, это же как-то не по-христиански, ты сам понимаешь, х***** заниматься такими вещами. Старей, ты е***** интелектуально розвинутый штруль на х*****. И я тебе… И я тебе, бо я так само думаю, и я тебе даю два с половину балла. Не смогу, брат, с такими, с такой гирей на душе. Чисто жизнь. Чисто жизнь. Жизнь. Блядь. С Васей классно. С Васей ох*****. Блядь, у меня есть история. Меня, короче, было раз перепутали с Максом Барських. Серьезно, рассказать? Конечно. Я ж похожий, пи*****. Я с моим татом приезжаю в Франик на навчання, виходжу з автобуса, и тупо стоять, понимаешь, пять беков. Ну, таких, понимаешь, гопота. И я чую, и они так шепчутся. Макс Барських, Макс Барських. Так. Я таки попри них с татом прохожу, и они… Шш! Э! Г***** носатый, сюда! А я был с татом. Я кажу, тату, иди, 23-й. Они кажут, не, не, ты сексуально худощавый. Я подхожу, кажу, что, хлопцы? Кажут, то ты с***** Макс Барських? И кажут, та, не, не. И начинают меня бети. Да ладно. При батя. Ну, не, батя пошел, захотел хот-дога. И начинают меня… И начинают меня, ну, понял, бети. Да. А один на телефоне включал, и песня была. Понимаешь? В голове моей тумане-мане. Чтоб ты себе понял, я навіть песню не дослухал. На прессе я вырубался. Такая история была. Какой батя хот-дог схотел. Ко мне недавно тип подходит на заправке и говорит… Б**ть. Так ты, с*****, похож на этого типа в рулетке, который… Вот это вот… Б**ть, говорит… А можно, говорит, я с тобой сфоткаюсь? Я говорю, так это ж не я. Он говорит… Да, с*****, я буду говорить, что то-то вон. Ты понял? Угу. С Ганином перепутал. Взял, взял, сфоткался, в***** и ушел. Брат, а вот у меня такое дело к тебе, знаешь. Меня очень щемят за мой днепровский. Очень щемят. И вынуждают постепенно задуматься о том, чтобы переходить на ридную мову. Соловину? Да, на Соловину. И я бы хотел у тебя очень сильно поинтересоваться, так как у меня очень большое количество словесных оборотов именно на днепровском. Вот как бы они звучали на Соловине? Ты мне можешь в этом помочь? Звичайно, Микола. Ну вот, например, топовых… Алексей Потапенко. Закрутить макраме. Почихать яичко. Как бы ты перевел замечательное слово «шампан»? Ты лесное. Неймоверная краса в лепне. Тяни ногу, путай след. Мусорага. Тут сам розумієш. Ты мне очень нужен. Навзаим, брат. Ты мне очень нужен, братан. Красавчик, красавчик. Ви почули прекрасный лексичный заряд слев від Миколи Залепухи. А напишите в комментариях, как бы вы заменили его прекрасные фразы. Знаешь, как моя фамилия будет в давательном падеже на украинском языке? Залепусси. Классно. Насколько классно? От нуля до нього. Я ма бэйби. Другий тур. Начинаешь? Да. Второй тур, брат. Ты вечно молод. Всегда. Потому что у тебя в желудке есть специальные особенные глисты, которые поедают твои старые клетки. Но чтобы они жили и функционировали, тебе необходимо питаться только из рук бомжей. То есть ты не можешь использовать ни тарелку, ни посуду, ни земли даже есть конкретно только пища из рук бомжей. Либо ты самый богатый фрилансер в этом мире, самый богатый, но твой промысел — это делать бесконтактный миньет. Блин, ну шо то, шо то крут, а? Конечно. Я думаю, шо и у без рук бомжей. Почему? Ну бесконтактный, ты слышишь, как много заложено в этом слове? Бесконтактный миньет. То есть, по сути, предъявить тебе никто не хуй может. Контакта, братан, нет. Ну да, но и кайфа нет. Почему? Ну бесконтактный, а какие приколы, шо бесконтактный. Душа. Душа. Душа поет и расцветает. Так или иначе. Ну какое-то же минимальное тепло есть, согласись. Ну да. Даже если контакта нет. Али две, просто ты мне дашь два балла, и шо я выберу шо ж, ну... Ты понимаешь сам шо. Да, и шо я выберу бомжей. Ну бомжи ж люди. Ну то есть, по сути, съесть шо-то из рук бомжа... Ну я не думаю, шо це прям дуже зазорно. Бомжи ж и аккуратнее. Ну, ну, понимаешь? Понимаешь, брат, в чём прикол? Там непонятно будет, шо до этого бомж держал в руках. Ну да. И может попасться очень непорядочный бомж. А бесконтактный минет есть бесконтактный минет. Це суто бесконтактный минет. Ничего большего. Не бесконтактный аналог. Нет, чисто, чисто бесконтактный минет. Вот люди во всём мире знают, что есть, блядь, такой пиздец, как Вася Харизма. Самый ебаный фрилансер. И он может приехать. И такой минчик за... Бесконтактно. Блин, прикольно. То есть и человек после этого никак не зашкварян, и ты, тем более, ты просто... Типа не позор. ...выполняешь свою работу, брат. Ну давай, добрый, давай минет. Блядь, уважуха тебе, настоящий ты мужик. Я так и знал, шо в тебе людского... Давай два балла, брат. Да... На. Все. Я? Да, давай. Ты людина-пруф. Ты проверяешь будь-які факти. До тебя подходят и говорят, а ты слышал, что оргазм у свиньи 30 минут? И ты такой, а ну дайте мне пару дней. Потом приходишь и говоришь, неправда, 27 минут. Або ты зерка супер популярного реалити-шоу «Скука е...». Сто человек закрывают в одной комнате на 40 лет. Все, что вам можно делать, это играть в города. Нагадую, одно и то же место называть не можно. Той, кто выиграет, забирает дом. Сто человек? Угу. Играют в города? Скука е... 40 лет. Так это ж просто, типа, жизнь в Каминском, которая у меня была. Ни х** там вообще нет. Вот за свинью можно, конечно, задуматься. Ты люби, абсолютно люби пруфи проверяешь. Абсолютно. Свиньё. Типа, свинья — это один из. Типа, понял? Там такие пруфи, что если вольнути коня, он улыбнется. Типа, ну... И ты это можешь доказать, типа, то или нет. Ты знаешь, Вась, дело в том, что никто ж не ставит в условиях, должен ли я это проверить сам. Я ведь просто отталкиваюсь от какой-то информации. Угу. Уф, нету два дня. Нее, брат. Ты проверяешь будь-якие факты. Сам? Да. На своей шкуре? Да, ты проверяешь. Вот понял? Типа, не можно булаву запхать в очко целую. А ты мусишь проверить. Бо ты людина прав. Кто их не те? Понял? Не можно за Юльку проголосувати три раза, а ты, ***, проголосуешь. Ты знаешь, я вот думаю, что если б я был бы действительно таким человеком, то, скорее всего, с меня б не было никакого спроса, знаешь, ***. Я просто б это проверял и относились бы к этому как к моей работе, скорее всего. Угу. Без каких-либо предрассудков. Ну, але факты ж разные, брат. Да мне ***. А как бы тебе сказали, что не может людина за 10 секунд отсосать 15 арабам? А ты, ***, проверю? Не, сколько так скука, блин. Не, ну сколько насправді, я думаю, что… Ну это один, а без кину. Людина-пруф. Не, людина-пруф – это жесткий. Да. Бо это реально, чувак. Сколько – это один балл, сто процентов. Я понимаю. Так что два балла, Колька. Хорошо, спасибо. Якщо вы хотите побачить весь видос без обрезочки, с матюками, с усіма жесткими моментами, переходьте на Patreon. Ты говоришь, как еврейская мама. Обрезайте. Переходьте на Patreon, и там побачите абсолютно все. Итак. Ты… ***, как это… Так і буде, ти. Слушай. Ты… Охотник за сокровищами. Так. Можеш собрать ***. Такое огромное количество денег. Точно знаеш, где, кто, когда, про***л монетку, обладашь всей этой информацией. Но себе деньги ты можешь брать только копейками. Сугубо только копейки. И тратить эти деньги ты можешь только в автомате с батончиками. Себе или ребенку своему, игрушку, ты можешь купить, только выиграв в этом автомате. Угу. Либо ты живешь в постоянном чувстве, что хочешь писать. Постоянно тебе кажется, что ты хочешь писать. И ты можешь пойти пописать. Но как только ты выходишь из комнаты, сразу *** начинается вот этот вот разговор. Интересный разговор. А знаете ли вы, что, Вася, харизма? И все, и ты на этом моменте выходишь. Ну, давай так. Рассуждать логично. Пописать – это ж не позор. А у меня, например, *** постоянное чувство, что я хочу писать. Мне некомфортно. Я б не смог так. Брат, у меня была ситуация, у меня было 12 лет, я просто туда в писюн. Так. На море. Так, понял? Да. Нет, не на море, в селе. Да. Меня бджола укусила. Меня оса, понял? Оса, ну, бджола. Укусила за шляпу. Та ну *** было! И короче… И у меня… И у меня, чтобы ты соби… Ну, мне казалось, что я хожу с шаром от боулинга. Понял? И пописать было очень сложно. Типа, все, что я писал, оно ушло в той шар. Я ***. И чтобы, ну, типа, то пописалось, мне нужно было шар стискать. На *** жестко, не? Да я пошел. Короче, я не рад, брат. Ну, пописать, типа, с чувством, что я хочу… Да мне уже *** то шо, выключай. А сам *** не жалил. Та я на ***. А, чё? А если б твоего ближайшего, брата твоего, Ага. Твою кровь. ***. Укусила змея в ***. Ты подсосал его? Только ты и он посреди пустыни. Немало близких ***. Ну, самого хорошего, самого лучшего знакомого твоего. Прям друга такого. Ну *** закадычного. Хотя бы там, знаешь, человек из детства, ты уже можешь с ним дальше не общаться, но ты испытываешь такие теплые чувства, ты понимаешь, что *** так или иначе. Точно это бы не сделал, но я бы, ну… Так никто бы не увидел. Никто бы не узнал. Это только между тобой и ним. Ммм, все равно не. Я бы потом с этим жил, чувак, шо я змеёсос. То есть тебе бы легче было жить с тем, шо ты оставил своего кента умирать, вместо того, шо подсосать ему член? Брат, але он умер героически. Понял? Ну, типа, его, ну, змея укусила. А якшо це королевская кобра? Умер их царь. Ладно, это мы отошли от темы. Короче… Возвращаемся к нашим баранам. Давай, я… Либо ты всегда хочешь писать. Так. Всегда, но только ты с*** начинается серьезный, классный, интересный диалог. Тебе его хочется с***. Ты не можешь, как тебе его хочется. Бо я стабильно лишь бегаю писать. Либо ты, что Ромега, которая ходит, все монетки везде ищет, б***ь, но только тратишь их в автомате с*** батончика. Брат, мне просто гроши не є принципиально. Угу. Знаешь, ну, я думаю, шо по писать, це не є проблема велика. Так шо, давай. И це жёсткий вариант. Ну, по писать. Конечно. Два балла, Вась. Два балла, брат. Давай я теперь тебе, так? Ты никогда не платишь у закладах. Бо каждого разу до тебя с тортом подходит официант, витает с днем рождения и делает замовление безкоштовно. Но с каждым этим приветствием ты стараешь на год. Або был Бетховен. Ну, не пес Бетховен, а музыкант, композитор Бетховен. И Кей продолжал быть гениальным композитором, будучи глухим. Так и ты стаешь на весь свит успешным порноактором с импотенцией. Бл***ть, как интересно. Ну я тогда очень быстро постарею, скорее всего. Бо я со своей жлобской натурой сразу пойду везде бесплатно хавать. Угу. Вот. Ну и в принципе это, а вот самый известный порноактер в мире с импотенцией это сделать невозможно. Это совместить в себе полярности. Это реально очень жестко. Как классно. А большой у меня при этом? Ммм. Да, но толку с него. 21 сантиметр. 21 сантиметр мягкого балдежа. Вась, ну я думал, что порноактером. Ну почему-то это мне ближе, знаешь? Ну это же действительно круто. Это запомнится. Ну кому я запомнюсь? Надо же оставить след, понимаешь? Так. Жить надо так, чтобы поставить след. И... Не цей след, что на СТБ. Да. След в истории. Да. И ходить по заведениям. Ну прикинь, меня будут просто снимать как местного божевильного. Посмотрите, этот п*** как ходит. Да. Он уже старый, ему п***. Он п*** в суше сидит. Посмотрите, со свечкой. Угу. В сраце. В сраце. А так самый известный порноактер с импотенцией. Угу. Та по-любому второе, братан. По-любому второе. Конечно. Точно? Да. Два балла. Али мне, мне одно цикало. А как тебе показывать и будут? Ну типа с нестоячим? Да. И так стабильно? Да. Ну если 21 сантиметр нестоячего... То это п*** у меня. Ты что, е***ц? У тебя п*** сколько сантиметров? 28. Покажешь? Та не, меньше брешь. 28 это в стоячемся? 25 лежачий. Лежачий? 25? Да. П*** делаешь. Мы в Украине, братан. Второе, братан, по-любому. Доброе, два балла. Два балла. Спасибо, спасибо. Спасибо, брат. А сейчас у нас экстра раунд для Миколи Залепухи, продовжение которого вы увидите в нашем телеграм-канале. Брат, экстра раунд. Да. Что бы ты выбрал? Ты идеально разговариваешь. Ты дворянин. Одягаешься, как человек из 19-го столетия. Представник интеллигенции. Но ты так же, как люди тех времен, срешь у ведро, переписываешься с людьми через пташину почту и тебе постоянно гризут в очи. Або ты суперпопулярный, собираешь на своих концертах много людей, но на всех концертах в первом ряду сидит Ирина Фарион и за каждое слово, которое ей не нравится, бьет тебя указкой по пальцам. Дякую вам за перегляд. Если вам понравилось это невероятно позитивное, энергийное видео, подписывайтесь на канал Жаба Гадюка, ставьте лайки, натискайте на дзвеночки и пересылайте это видео друзьям. По классике. Другу, подруге, маме, папе, брату, свату, деверью и егерю в лесу. А мы вас благодарим за просмотр. Подписываемся на канал. Не забываем оставить комментарий. У нас всегда даруют подарки. Я долго думал, что тебе подарить. Ты же все маешь. При бабле тип, заряженный, у тебя все есть. Я тебе решил подарить олею. Хер я знаю чего, но любому пригодится, брат. Нет, это охуеть, конечно. Ты же знаешь, что я из Днепра? Знаю. Что ты мне еще пару тысяч должен. Спасибо, брат. А у меня для тебя, мой дорогой друг. О, шо у меня для тебя есть. Шваль, шваль. Пятка пуэра. Так. Айкос есть у тебя? Есть. Ну, одесса будешь чистить это палочки, чтобы чистить Айкос. Спасибо, брат. Сейчас еще... Мазь от зубной боли. О, это прям по теме. Сейчас еще... И зажигалка. Ну, ну... Спасибо. Спасибо, спасибо, брат. Спасибо вам за перегляд. Всех любим, обнимаем. Папа.